Всем привет, друзья! Меня зовут Вильям Бруно, и сегодня мне моя подруга Алина сказала, что она вообще не боится никаких страшилок и ужастиков. И мне почему-то кажется, что это невозможно, и она немножечко врет. Поэтому я решил, что всю следующую неделю я буду ее пранковать самыми страшными и самыми ужасающими пранками, которые только придумал и нашел в интернете. Поэтому вся ее следующая неделя будет наполнена лютыми приколами от Вильяма Бруно. И я уверен, что она признается в том, что все-таки она боится ужастиков. Так что давайте это проверим и перейдем к первому пранку. Так, ребята, Алина только что ушла выкидывать мусор, и у меня есть несколько минут для того, чтобы подготовить первый страшнейший пранк для Алины. Дело в том, что Алина постоянно записывает летсплеи, но делает она это именно в моей комнате, потому что у меня, например, комп помощнее. Ну и есть все необходимое для того, чтобы записывать летсплеи. И она сказала, что когда вернется, будет записывать новенький летсплей. Именно под этот случай я подготовлю тот пранк, который буду сейчас делать. В общем, у меня есть вот такая вот самая тонкая в мире леска, которую я уверен, что вы даже сейчас не видите. Как будто я держу реально пустоту. И с помощью этой прозрачной практически лески я буду двигать предметы в этой комнате. Я хочу привязать, во-первых, эти картины, возможно, одну из вешалок, и самое главное, Пепси, которую пьет Алина. И когда она будет записывать свой летсплей, я попытаюсь ее убедить в том, что в этой комнате реально живет призрак, который двигает предметы. Вот тогда и посмотрим, пугается она страшилок или нет. Смотрите, что я придумал. У меня в руках просто обычная конфетка. Но если я с этой конфеткой немного отойду, то начинается магия. Вот именно с помощью этих конфеток я и буду пугать сегодня Алину. И, кстати, у меня таких конфеток сегодня много. Вот это отвечает за картину. Вот это отвечает за вешалку, которая вот там вот на стульчике висит. А вот это будет сюрприз. Как для Алины, так и для вас. Скоро Алина вернется, поэтому нужно спрятаться. Но нужно не забыть все эти конфеты, чтобы устроить для Алины целое шоу. Алина вернулась. У меня, ты меня про меня, она как будто... Вильям! Вильям! Блин, она за леску зацепилась. Ну что, получается, можно снять летсплейчики. Так, пока что все идет по плану. Ага. Сейчас дождусь, пока Алина сядет за кумпи, начнет играть. И я начну устраивать бардак в комнате. Так, стендовщик грузится. И получается, что у меня тут подписчики-то пишут. Так, сегодня, ребятушки, мы опробуем карту Сакура. Сейчас буду тянуть первую картину. Давай, загрузочка, загрузочка. Давай, разомнем лапки. Так вроде получается. Я выбираю спецмаз. Блин, она вообще не замечает. Придется уронить картину. Блин, леска порвалась. Хорошо, что у меня есть конфетка, которая отвечает за вторую картину. Так, подождите. Это ветер, это ветер. Пусть думает, что это ветер. Продолжаем, ребята, играть. Сейчас попробуем уронить картину. Кто? Ну, может? Да, блин, Гиле, можешь хотя бы нормально повесить картину? Да, мое. Я их нормально повесил. Просто захотел скинуть. Ребят, вы это видели вообще? Что творится, ребята? Что творится? Как тут играть вообще? Картины летают сегодня целый день. Блин, ну как ее напугать-то, капец? Ребят, так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не убивай меня, пожалуйста. Освежиться-то надо. Так, 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 так. Это все... Как тебе приколы? Ты в курсе, что чуть не сломал картину? Что ты хочешь? Иди сюда. Подожди, во-первых, я нормально вешаю картины. Я их, по крайней мере, вешаю и вверх ногами. А вот так. Да тут непонятно, что должно быть. Это губка-боб вообще-то. А вообще, вот покажись моим зрителям, вот что это тут. Ребята, сейчас я фокус настрою, чтобы вы меня видели. В общем, первый пранк, ну, прошел, мне кажется, удачно. Но у меня есть еще куча пранков для Алины, которые точно ведут ее в такой страх и ужас, что она точно признается в том, что все-таки боится страшилок. Из-за тебя мы проиграли. Так, опа. Ребята, сегодня годовщина нашей дружбы с Алиной, поэтому я для нее приготовил сочный подарок. Она просто капец, как обожает мягкие игрушки. Вот у нее даже есть свой медведь. И именно поэтому я сделаю ей сюрприз с приколом. Я сделаю вид, как будто я мягкая игрушка. И когда она в это поверит, я ее напугаю. Так, хорошо, да, до завтра. Это что, мне? Это мне? Боже мой, это мне! Мне! О, открытка. Привет! Это подарок на годовщину нашей дружбы. Это от Вильяма Бруно! Мне тоже нужно найти ему подарок. Еще в интернет-магазине. Что любит Вильям Бруно? Он любит своих подписчиков. Я могу, в принципе, организовать, может, сходку. Может быть, он не будет трат или вообще занят. Мне показалось, или он смотрит на меня? Так, Вильяма Бруно нравится еще Аришнев, поэтому можно ему... Ребята, он двигается! Давайте понаблюдаем немножко. Ребята, наверное, у меня все-таки показалось. Ты что? Ура! Ты... Ты... Ты, Вильям Бруно, дурак! Зачем ты это делаешь? Блин, ну ты что? Я же просто прикольнулся, блин, а ты... Если продолжишь так же прикалываться, то еще хуже будет. И вообще я пошла, потому что мне даже страшно не было. Ага, не было, ребята. Вы видели, как она испугалась. И это только вдохновляет на новые пранки, которые будут прямо сейчас. Ребята, Алина вообще ни в какую не признается, что ей бывает страшно. Но вы же сами видите, что она нас пытается обмануть. Я лишь пытаюсь сделать так, чтобы Алина призналась в том, что она тоже испытывает страх. И как только она это сделает, я перестану ее пранковать. И очень надеюсь, что в этот раз она точно признается в том, что ей было страшно. Ребята, я на самом деле там не какал. Я обдумывал гениальный план, как мы с Бруно сейчас приканемся на долины. Чего вы без меня в карты играете? Тебя долго не было, Паш. Слушайте, у меня такая проблема. Мне мама, в общем, не верит, что у меня друзья есть. Говорит постоянно, у тебя их никогда и не будет. Можно я с вами фотку сделаю? Ну, как доказательство, что все-таки друзья у меня есть. Конечно, Пашка. Ну ладно, да, давай. Давайте, вот вставайте, я вас в это, сфоткаю сейчас на камеру. Во, вот так вот, улыбочку. Чиз. Во, зацените, как вы выглядите, нормально? А где Алина? Где я? В смысле, где Алина? Тут только я. Так она же была вроде на фотке. Где я? Она же и в комнате была. Так, подожди, подержи пока что телефон. Алина, ты где? Алина! Я тут. Ребята. Они что, прикалываются, что ли? Да я тут, ребята. Да, Виля Бруда, Виля Бруда. Где Алина, ты видел ее вообще? Она же только что была здесь. Нет, я проверил, на балконе ее совсем нету. За шторы тоже нету. Я вообще не понимаю, она же прям, ну я ее видел своими глазами же. Да я тут. Мы же просто хотели сделать фотку. У тебя что за телефон такой волшебный? Как ты это сделал, Паша? Я не знаю, я его на рынке взял. Может он и правда какой-то мудренный, не знаю, заколдованный. Я раньше с таким вообще не сталкивался. Надо опять к шаману идти. Ну только я не уверен, что в этот раз он нам поможет. У нас Алина пропала. Давай сначала ее поищем где-то. Ну и где ее искать? Она была здесь, потом ее не стало. Но сколько пути отхода из квартиры вообще есть из этого места? Да тут я ее... Тут только один вариант вообще. Там только через главный вход можно выйти. Может она и вправду туда ушла куда-то, в парк, не знаю, или за продуктами резко. В какой момент? Там была вообще вспышка. Вспышки не было, но вот этот момент, когда я фоткаю, я же прям видел, она там была, а потом нету. Что ты думаешь, она среди карт тут? Она же не дюймовочка, она вот такая. Может она сдала картой как-то, не знаю, пытаясь найти. Может нарисованная Алина здесь есть. Но я ведь тут, ребята. Надо как-то, не знаю, может группу какую-то собрать, поисковую. Пойдем за помощью, пойдем. Пойдем, пойдем. Ребята, ну куда вы, ну? Давай, Паша, у нас времени вообще много. Куда поискать? Ребята, тут вы меня видите, да, ребята? Я же тут, ну. Ребята. Ну, а сейчас ты испугалась. Ты меня видишь? Я ни черта не испугалась. Ребята, мне нужно, чтобы она призналась, что она пугается. Прям вообще ни в какую. Она готова идти на все эти пранки, испытывать максимальный стресс, но не может признаться в том, что она иногда испытывает страх. Кого она пытается обмануть? Вот в следующем пранке она точно расходится. Так, ну сейчас точно должно сработать. Я, в общем, один такой тикток увидел, ну, в тиктоке, от которого Алина так испугается, что, ну, тут уж никак не выкрутишься. В общем, я заставлю Алину подумать, как будто она сломала мне шею. Ну, на самом деле, я просто раскушу этот макарон, а звук будет такой, как будто у меня шея просто отвалилась. В общем, сейчас попробуем. Али! Алина, может, подойти, пожалуйста? Угу. Чего? Слушай, меня что-то с шеей свело, капец. Можешь хрустнуть меня, пожалуйста? Хрустнуть? Вот можешь вот так вот хрустнуть? Мне просто там руки не дотягиваются. Ну, ты смотри, шея аккурат... Ты, ты, ты чего? А, ты думаешь, я камеру-то не заметила? Я видела этот пранк в тиктоке. Ты издеваешься, что ли? Давай. Притворяется он, притворщик. Однажды я заставлю тебе признаться, что ты боишься ужастиков. Не боюсь я ужастиков. Это мы еще посмотрим. Для следующего пранка, ребята, вы не представляете просто, как я заморочился. Я, в общем, на Алиэкспресс в интернете заказал костюм самого Джеффа. То есть костюм, который сейчас на мне, он один в один, как у Джеффа, который нас постоянно преследует. И Алина в курсе о том, что Джефф постоянно за нами гоняется. Поэтому именно с помощью костюма Джеффа я и попробую сегодня напугать Алину. Эх, я не просто так пришел именно в этот парк, потому что Алина сейчас гуляет, и она всегда гуляет именно в этом парке. Поэтому прямо здесь я ее и подловлю. Она идет сюда. Все, ребята, только не спалите меня. Нет, нет, подходка хорошая. Нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Джефф, откуда ты узнал, где я? Алина, что происходит? Почему Джефф меня похитил? Куда он меня везет? Я думала, закончилась история с Джеффом. Что происходит? Выпусти меня, выпусти. Джефф, пожалуйста. Куда мы едем? Джефф, мы остановились. Он идет ко мне, он идет ко мне. Ну, а теперь ты испугалась. Это не Джефф, а ты был. Конечно, я, Алина. Я лишь хочу доказать, что ты тоже боишься страшилок. Поэтому я заказал в интернете костюм Джеффа. Вот, смотри, похож? Ты похож на дурачка. Раз не понял, что меня этим не испугать. То есть ты сейчас не испугалась? Вообще не испугалась. Ребята, вот как вы считаете, Алина сейчас испугалась или нет? Потому что мне кажется, что она немного врет. Я не вру, я правда не испугалась. Значит, ты вообще не пугаешься? Тебя никак не испугать? Нет. Ну, значит, тогда не будут тебя пранковать. Ребята, на самом деле, я для нее такой пранк сейчас приготовлю, что вот в этот раз точно все сработает. Ребята, Вильям Бруно меня начал пранковать. Я не могу это просто оставить вот так вот и дальше терпеть эти пранки. Поэтому я решила, что нужно это остановить. А я знаю прекрасный способ, как можно напугать Вильяма Бруно. Так что он вообще прекратит меня пранковать просто в эту же секунду. Это правда. Очень плохой способ. И я никому его не советую повторять. Сейчас, ребята, я отпишусь от Вильяма Бруно. Три, два, один. Ты чего, Вильям Бруно? Ты чего? Что случилось? Я, значит, сижу сейчас, смотрю, что тут подписчики подписываются один за другим. И только что, представляешь, кто-то отписался от моего канала. Нажал на отписку. Это же каким подлецом нужно быть, чтобы так поступить. Неприятный поступок, да? Конечно, неприятно. Чувствуешь, наверное, боль. Ну, а кто бы не почувствовал, отписался. Кто вообще так поступает? Ну, может быть, этот человек просто хочет тебя наказать? За что? Ну, например, один человек не хочет, чтобы его пранковали. Так это ты отписалась, что ли? Да, я считаю, что это нехорошо, что я отписалась от тебя. Но это потому, что ты меня пранканул. Слушай, ну, отписаться, это же вообще перебор. Ну, так-то да. Совсем отписываться, это перебор прям полнейший. Поэтому я подпишусь. И, пожалуйста, подпишись со мной и ты. И мы будем вместе подписаны на Вильяма Бруна. О! Вот теперь другое дело, ребята. И вы тоже подписывайтесь. Потому что у классных ребят кнопочка всегда серая. Но я же вижу, что ты классный парень и девчонка. Поэтому обязательно подписывайся. А ты больше так не делай. Все, обещаю больше так больше никогда не делать. И у меня есть дела, между прочим. Ну, ладно, давай. Слушай, Алина, я к Артему скажу, часа через два буду. Ты только в следующий раз оплати вовремя счета. Я оплачу все вовремя. Все, давай, Алина. Так. Ушел. Но на самом деле нет. Сейчас. Пойдем, пойдем сюда. Сейчас будет один из самых мощнейших пранков. Потому что я понял, обычные скримеры на Алину практически не работают. Но кое-что есть, что ее прям вводит в такой страх, что она точно в этот раз не сможет сдержать свои эмоции. Смотрите. Во-первых, я взял вот такую вот блютус-колонку, которую запикнул на вот этот вот высокий шкаф, с которого Алина точно не сможет его достать. И на этой колонке я буду включать смех самых ужасных из самых страшных клоунов, которые только существуют в нашем мире. А клоунов Алина прям капец как боится. Ладно, она скоро вернется в свою комнату, поэтому нужно переходить к следующему этапу пранка. Спрятаться под кроватью. В общем, мой план такой. Когда Алина вернется в свою комнату, я на этой блютус-колонке включу смех этих клоунов. А после того, как она соскочит с кроватью, я выпрыгну из-под кровати в костюме клоуна, который заранее здесь спрятал. Сейчас его только нужно будет одеть. Ух, что за денечек? Блин, надо еды заказать. Так, 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 и что же у нас тут? Так, сейчас будет просто один из мощнейших пранков. Я уже, если что, в костюме клоуна. Сейчас Алина точно не ожидает услышать смех страшнейших клоунов. Ну. Так. Ого. Ну, работай же. Ну, давай. Черт. Точно. Я вспомнил. Эта же колонка работает только когда подписчики под роликом ставят свой лайк. Поэтому, ребята, помогите мне сделать этот пранк и прямо сейчас нажмите свой лайк под роликом, чтобы колонка заработала. Я уверен, ты сможешь. О, спасибо. Сейчас точно должно заработать. Пробуем. Кто ты? Где ты? Клоуна. Она повелась. Так, давайте еще раз. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Рассказывайте, что случилось Да мы ролик с ней записывали Она просто что-то испугалась Ну вот и потерял сознание Значит надо ехать в больницу У меня есть-то пульс вообще Пульс есть, так что поедем Ладно, я с вами поеду, ладно? Хорошо Ну с ней все в порядке-то будет Главное успеть В плане успеть Сейчас подождите, я с ней поеду Алин, ну Алин, ну проснись Ну блин, зачем я ее так сильно напугал? Алин, ну проснись, я клянусь, что больше никогда в жизни не буду тебя Что, понравилось тебе, как пранковать страшно-то, понравилось, да? Так с тобой все в порядке Да конечно в порядке, что же со мной будет Твои страшные пранки, совсем не страшные Так если с тобой все в порядке, то куда мы едем вообще? Так иди сюда, психушку тебя сдавать Какую психушку, Алина? Ребята, соберите 100 тысяч лайков И я буду пранковать Вильяма Бруну целую неделю Не-не-не-не, ребята, не надо Только не собирайте 100 тысяч лайков Потому что она реально будет меня пранковать И намного жестче, чем я ее пранковал Я сейчас разберусь, как отсюда выйти А вы, ребята, пока что тыкайте на вот этот видосик И кайфуйте, потому что здесь реально самый классный видик Который вы только могли найти в интернете Я его специально приберег на вот этот случай Чтобы вам посоветовать, что прямо сейчас посмотреть Давай тыкай, тыкай, тыкай Прям вот сюда